Два, блин, абсолютно долбанутых патча, которые испоганили игру. Последние были. Один добавил вот эту вот херню с дифференциалом, второй добавил отсутствие полезности хоть какой-либо краза, потому что он стал весить мегатонну, судя по всему. Где-то, где-то, да хоть туда едут. Отлично, давай в метре зароемся, как обычно, по старой доброй традиции. Один добавил этот гребаный дифференциал, еле-еле мост увидел. Ну и второй, блин, эти гребаные папоротники, ну они и были, естественно, но они просто не сносятся к чертям собой, я не знаю, может патч, может так всегда было, но это бред. И крас, блин, все. Угробили, блин. Еще два раза. Теперь уже точно понятно, что еще два раза, потому что крас мы тю-тю. Да и плевать, я уже на крас хотел. С такими амбициями, блин, далеко не уедешь. Сейчас надо думать, где заправить КАМАЗ, в первую очередь. Вторую очередь надо думать. По-хорошему бы его еще починить не мешало бы. Может, я и зря разведкой не начал заниматься второй раз, может быть, я и зря не открыл все автомобили, может быть, как-то МАЗ бы мне помог, черт его знает. Хотя я тут МАЗ заправлять, ядрить, калатить 60 литров в минуту. 20 минут у тебя просто цистерна на Урале выходит к чертям. Вся кончается, 1200 литров. 20 минут работы МАЗа. Которая ничего не умеет, ничего не может. Куда я заехал? Куда я поехал? Чего этого не хватало, блин? Сусанинах нам не хватало здесь. Так, ладно, возвращаемся на привычный курс. Хотя он не особо привычен, потому что мало мы по нему ездили. Мы в основном на этой карте стояли на месте. Так оно уж получилось. Так, еще и ночь, нифига не видно, куда ехать. Вот так-то рядом все, что есть, видно. А то, что более-менее далеко, капитан Уйди со стола, его не видно. Так, ну, я надеюсь, что нам топлива хватит, да, доехать до Лисповала. А там мы уже заправимся, потому что, опять-таки, у Урала там практически не остается топлива. Ну, если что, можно будет на КАМАЗе подъехать на заправочную. Хотя, черт его знает, куда там на нем можно будет уехать. Тоже застряну, угроблю и будет мне весело. В общем, едем правильно, короче, можно расслабиться пока что. Ну, так, относительно расслабиться, пока не застрянем. Эта камера вот так вот движется, что я не вижу нифига задние колеса в основном. Что с ним происходит. Тут по-хорошему надо такой мини-экран, знаете, где-нибудь, что-то здесь вот, например. Вместо никому не нужного ника в стиме. Надо полезное было бы сделать мини-экранчик, который показывает какой-то ракурс, который вы закрепили. Ну, в некоторых играх такое есть, да. Ну, не в симуляторах, конечно. Ну, хотя и в симуляторах. Как заднее зеркало, только здесь бы это показывало, там, например, левую сторону грузовика, там, с акцентом на колеса. Вы узнаете это место, да? Да что б тебе! Опять рыть будешь до бесконечности, что ли, или что? Может, вырвешься уже? Поедем дальше? Спасибо вам. Старый знакомый. Здравствуйте. Здесь, естественно, рядом с деревьями приезжаем. Ломаем все пусты к чертям. Скорее, они нас сломают, судя по всему. Так, ну, здесь, наверное, с этой стороны поедем, хотя есть ям столько, ну, здесь деревья хотя бы есть. Довольно близко. Так, все, выбрались, и едем вдоль дороги тогда. Потому что дорога разбита. Будем выезжать, ну, не так, как заезжали, чтобы меньше разбивалось то место. Но около того. Да, топлива нам хватит, скорее всего, да? Ну, да, здесь еще на 10 минут топлива. Ну, хотя не на 10, если мы едем в горку, то меньше. На 8, примерно. Главное здесь не зарыться сейчас. Так, ну, и выбираемся. Хорошо хоть деревья нормально ломать. Ну, точнее, это, скорее, кусты. Ну, деревца, да? Не деревья, конечно. Так, ну, здесь нормально проедешь, пустым. Давай уже без этого. Пустым-то, наверное, можно нормально проехать, а? Без закапываний. Ну, давай, давай, хватит копать, хорош уже. Давай, 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 чудовище. Вот сейчас еще намертый сядь. Что за жесть здесь происходит? То есть, куда не поедешь, везде просто можешь намертво засесть в любой просто рандомный момент. Если тебе повезет, рядом окажутся деревья, а если не повезет, то... Не окажется ничего, и ты перевернешься еще при этом. Вот и вся правда про эту игру. Так, ну все, здесь уже можно дифференциал спокойно врубать. Полная жесть, конечно. Нам еще два раза мотаться. Ну, в последний раз уже, конечно, будет такое. Псевдо состояние облегчения, скажем так, потому что пока все-таки не завершил, так у тебя не может быть никакого состояния облегчения, потому что ты в любой момент, опять-таки, можешь перевернуться или засесть намертво, и это не будет на час. Если засеет этот КАМАЗ так же, как КРАЗ тот засел, то это вообще будет весело. Если он перевернется, это будет втройнее весело. Потому что что-то не переворачивается. Я ЗИЛ, блин, с цистерной к УАЗам переворачивал. Здесь я на Урале к КРАЗ не могу перевернуть. Вообще классно. То есть так, пока тебе не написали, что Миссия выплана на все дела, никакого облегчения быть не может. Отлично. Я еще урон нехило получаю каждую поездочку. Тоже. Стоит обратить на это внимание, потому что, как я уже говорил, чем больше урона, тем хреновее едет ваша машина. И рано или поздно это начнет сказываться. Тут нормально эта машина еле-еле едется. Так что предпочтительнее не получать вообще никакого урона. Так, ну заправимся на обратном пути. Я думаю. Вот здесь он почему-то зарывается и в какой-то рандомный момент начинает просто выпрыгивать из этой ямы и начинает ехать. На этой поганой равнине он такого не может. Даже пустык. Странные дела. Опять урон получил. Ну, потрясающе. Загрузить уже третий раз. Я прям грузчик. Я вам, мамы, грузчик. Сейчас бы на выезде в этой яме не перевернулся еще. Да-да-да, вот в такой вот яме. Зная я эти ямы на выезде из лесопилки. Ну, именно на этой карте, как минимум. Это вообще жесть. Здесь эта яма, вот это вот просто. Просто сложно. Так, все. Пересесть, пересесть. Цистерна 475 литров. Тебя бы еще починить, конечно, не мешало бы. Так, и остается 172 литра. Это значит, что дефицитненько. Дефицитненько получается, черт возьми. Ну, ладно. Это если мы не будем там удохаться со всякими там кразами и так далее, а просто поедем и не будем лишний раз нигде застревать, то нам хватит. Если везде будем застревать, то нам не хватит, как ни странно. Ну, хотя может хватить, в принципе, то, что у нас еще в Урале там небольшой запас топлива 125 или 150. Мы где-то 300 дней с топлива расходуем. 300 литров, да? За поездку. Ну, и с двух грузовиков, с двух цистем, в принципе, около 300 и получается. Странно, что нельзя слить с одного грузовика в другой, но, видимо, не дань реализму, а дань все-таки сложности игры. Иначе было бы все просто. Вот. На некоторых грузовиках можно было бы не прицеплять цистерну. Там у Маза сколько там? 900 литров или 800 топливный бак. Там можно было бы нормально там налить другому грузовику полный бак и не париться. При таких раскладах. Но в игре в любом случае можно заряжаться только из цистерны. и не заставлять. Спасибо. Проценивание Проценивание